Итак, дорогие друзья, в этом курсе мы с вами рассмотрели, что такое нода или узел. По сути дела, я сейчас хочу... изрегистрируемся на сервисе. Значит, я хочу, чтобы вы поняли очень простую вещь. Вот смотрите, есть один компьютер, два компьютера, то есть есть сеть блокчейн, да? Там определенная. И так далее, и так далее. Ну, не совсем блокчейн, но смысл понятен. По сути дела, зачем нам определенный сервис? Вот мы с вами пишем децентрализованное приложение, и надо ли нам на первом этапе, пока вы там изучаете, учите, чтобы ваш компьютер был 24 часа в сутках в сети? Нет, не надо. Конечно же, как здравомыслящие, любой разработчик на это бы ответил. Правильно, да? Вот это сейчас поймете. Так вот. Дальше в курсе мы посмотрели, что такое узел, да? И вам будет хорошее домашнее задание. Появились определенные сервисы, да? Которые, в принципе, заменяют нам узел. По сути дела, связывают нас с сетью эфира, и нам нет необходимости скачивать весь эфир, и ту же тестовую сеть Rosten. Просто-напросто в одном сервисе мы получили доступ к Rosten, другой сервис для нас заменяет полноценный узел. Грубо говоря, считайте, что если бы вы были майнером, и у вас был там, допустим, компьютер 24 часа в сутки, да? И при помощи API вы начинаете иметь связь с эфириумом, и при помощи API получать все операции, которые нужны там в вашем приложении. Например, там передача денег, просмотр баланса и так далее. Но, по сути дела, этот делает за нас сервис, а нам не надо включать компьютер 24 часа в сутки, не надо полную сеть скачивать. И, ребят, смотрите, какая хитрая вещь. А вот такие сервисы, они начали появляться. И это дает возможность нам использовать блокчейн в мобильном мире. Ведь, допустим, даже тестовую сеть Rosten нет смысла закачивать 4 гигабайта на мобилу, согласитесь. А эти сети, они работают как с тестовыми вещами, так и с реальными приложениями. Поэтому мы легко, применяя такие сервисы, можем начинать писать блокчейн и в мобильных приложениях. При этом мобильное приложение – это будут обычные строчки API, да, и оно не будет ничего весить. То есть, саму структуру блокчейн мы не грузим, поняли, да? Но при этом работаем с ней совершенно полноценно, как с тестовой, так и с реальной. То есть, являемся полноценными участниками. Но так как наша цель сейчас… Мы начинаем работать с блокчейн. Наша цель сейчас, пока я вас знакомлю с разными сервисами, с которыми будем работать. И на будущее покажу, по сути дела, это я как для примера. То есть, мы будем вставлять для работы свой… Грубо говоря, свой код. По сути дела, будем получать уникальный идентификатор. Потом легко работать с ним с сетью эфириум. Гет запроса API, пост, проверять состояние сети. И не зря я давал ранее домашние задания по JSON. Будем работать больше JSON протоколу. Ребята хорошо сделали. В общем, все это будет потом. Пока просто наша задача была познакомиться с этим сервисом и разобрать, что такое нода. В блокчейн, чтобы в дальнейшем строить децентрализованное приложение. Для тех, кто только начал с видео, с этого… Сейчас, секунду. Сайт школы в описании видео. Blockchain.spb-tut.ru Посмотрите, познакомитесь и начинайте заниматься. Все это сделано. Все это сделано. Продолжение следует...